Это проект «Всё включено», с вами Шамиль Пшуунов, мы продолжаем. Ослабление рубля, нарушение цепочек поставок и нехватка полупроводников привели к негативным последствиям для автопрома. Цены на машины буквально всех марок существенно выросли и продолжают расти. Компании временно прекращают ввоз автомобилей в Россию, замораживают продажи, приостанавливают свои производства, действующие на территории нашей страны. Останавливаются и заводы, которые делают комплектующие, и из-за этого эксперты прогнозируют увеличение количества угонов автомобилей с целью их разбора на запчасти. Плюс могут активизироваться мошенники, которые будут инсценировать ДТП, чтобы получить от страховых компаний компенсацию. Как защитить своё авто, об этом будем говорить в ближайшее время. Ну а сейчас предлагаю вашему вниманию немного статистики. С начала текущего года на территории города Тюмени зарегистрировано 25 фактов, связанных с неправомерным завладением транспортных средств. В настоящее время раскрыто 14 таких преступлений. По остальным проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершённым преступлениям. Говоря об объектах преступных посягательств, следует отметить, что, как правило, ими не становятся автомобили отечественного производства марки ВАЗ 2105-2106-2107. Прежде всего, это связано с низким уровнем охраны данных транспортных средств. Говоря о территориальной принадлежности совершённых преступлений, следует отметить, что проведённый анализ говорит о том, что, как правило, эти преступления совершаются на территории обслуживания отделов полиции номер 1, номер 4, номер 7. Полиция Тименской области напоминает гражданам о том, что не следует терять бдительность. При эксплуатации автомобиля используют современные средства автосигнализации, ни в коем случае не оставлять на долгое время автомобиль без присмотра, а также не оставлять в салоны ценные вещи. Продолжение следует...